Итак, с нами чемпион UFC в легком весе, а также лучший боец вне зависимости от весовых, Ислам Махачев. Ислам, спасибо за твое время, как у тебя дела? У меня все хорошо, мужик, очень хорошо. Рад тебя видеть. И я тебя. Последний раз мы тебя видели еще в октябре. После этого Дана Уайт анонсировал поединок между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейра. Тогда он говорил, что у тебя какие-то проблемы с травмой. Вот я и хотел бы узнать, все ли с тобой в порядке. Удалось ли тебе справиться с этой проблемой? Да, сейчас я восстановился и говорил UFC, что буду готов в марте. Но изначально они просили меня подраться в начале февраля. На то время у меня была небольшая травма, и я не был готов на 100%. Но сказал им, что в марте я буду готов. Они сказали, что в марте у них нет для меня вариантов. Я сказал, ну хорошо, пояс все еще у меня, так что выбирайте соперника, я буду готов. В последние несколько дней ты четко дал понять, что готов подраться в июне. Сказал, что хочешь подраться с Парье после его победы. Ты все еще надеешься на этот бой? Да, потому что я знаю, что Дастин не заслужил драться за пояс, но какие у меня еще варианты. Все соперники заняты. А я хочу драться. Я хочу драться три раза в год. Поэтому мне нужно кого-то вызвать. Парье сейчас свободен. К тому же он выступил очень хорошо. Он показал красивый нокаут, он свободен, он здоров. Поэтому я предложил ему подраться в июне. Может, подеремся? Да. Но мне кажется, что никто не будет готов, хотя, может, кто-то и успеет подготовиться. Мне все равно, мне нужно драться. Я здоров, я каждый день тренируюсь. Мне нужен бой. Ну да, к тому же Дастин имеет очень громкое имя. А ты верил в его... Конечно. Дастин легендарный боец, и он побил многих крепких ребят. Он настоящая легенда. Поэтому провести бой против него будет хорошо для меня. Как для истории, так и для остального. Он легенда и побил многих жестких ребят. Ну и сам он тоже не промах. У него хорошая гильотина. Да, однажды он говорил, что задушит тебя гильотина, если вы будете драться. Он никогда так не побеждал, но все равно делает ее. Не удивляют ли тебя его попытки? Меня он точно не сможет, но надеюсь, когда-нибудь он кого-то задушит. Как думаешь, чем закончится ваш бой, если вы все-таки встретитесь? Я думаю, что переведу его на землю. Он попытается сделать гильотину и проведу удушение. Вот и все. Предлагали ли тебе бой с Эдвардсом на UFC 300? Да, мне предлагали, но это нереально. Потому что сейчас идет месяц Рамадан, мы будем голодать. Поэтому просто невозможно тренироваться в Рамадан. Это очень сложно. Тебе приходится голодать с момента восхода солнца. Я думаю, ты знаешь. Весь день приходится голодать, а потом 5-6 часов ты можешь что-то поесть. Тренироваться в это время очень сложно. Я спрашивал Али, сможешь перенести UFC 300 на 2 недели? Я буду готов. Он сказал, это нереально. Огорчает ли это тебя? Я знаю, что ты сильно хотел... Да, конечно. Это бой моей мечты. Но я не вижу ни единого шанса, что буду драться на UFC 300. Поэтому сильно расстроен. Это большое дело, большой бой против Леона Эдвардса за второй пояс. Но в этот раз я упустил свой шанс. И меня это очень расстраивает. Джастин Гэджи и Макс Холлоуэй будут драться за пояс жесткого засранца. Каким видишь исход их боя? Если говорить откровенно, я, конечно, не хочу кого-то задеть или расстроить. Но правда в том, что это бесполезный бой за бесполезный пояс. Никто и ничего не получит от этого боя. Для меня это пустой бой. Но для фанатов это хороший бой, потому что они оба любят... Они любят наносить противнику увечья. Им больше нравится боксировать. А если говорить обо мне и о категории, то этот бой не значит ничего. А что насчет Оливейра и Царукьяна? Нравится ли тебе, что их бой организовали? И как думаешь, кто победит? Это действительно будет хороший бой. Даже не знаю, кто победит. 50 на 50. Оба имеют хорошие шансы. Я очень хочу увидеть их бой. Потому что я побил их обоих. Потому что обоих я расстроил, и... Они оба хотят реванш со мной. Я знаю, что ты и Конор МакГрегор были на одном турнире по боксу. В тот день вы хоть как-то пересекались или нет? Нет, мы не видели друг друга. Меня усадили на противоположную сторону. Я только видел, что он где-то там сидел, и все. Как думаешь, но состоится ли когда-нибудь бой между Конором и Майклом Чендлером? Впервые я задавал тебе этот же вопрос более года назад, в Австралии. Прошло больше года, но дату их боя так и не назначили. Если честно, то я надеюсь, что их бой все-таки состоится. Но во всей этой ситуации Чендлер выглядит крайне плохо. Представь, сколько лет он ждет этого боя. Он, наверное, каждую ночь ложится спать, и ему снится сон о том, как он дерется с Конором МакГрегором. Блин, Майкл, ты уже не молодой. Тебе нужно выйти на бой, заработать денег, а потом, может быть, и подерешься с Конором. Что плохого может случиться? Майкл и так проиграл в прошлом бою. Ну так пусть подерется и заработает денег. Кто знает, может, если он опять проиграет, то Конор увидит еще один его бой и подумает, ну все, теперь я смогу его побить. Не знаю. Для фанатов может и хороший бой, но для весовой это ни о чем. Не думаешь ли ты, что Волк слишком рано вернулся после того, как ты отправил его в нокаут? Конечно. Алекс на самом деле хороший боец. Он настоящий воин, и каждый знает, что он, не знаю, может драться хоть каждый день. Но я всегда говорил о том, что его команда... Короче, у него очень плохая команда. И это определенно не ошибка Алекса. Это 100% ошибка его команды. Потому что его команда должна была поговорить с ним и сказать, что еще рано выходить на бой. Слишком уж в жесткий нокаут я его отправил перед этим. Ему нужно было отдохнуть минимум 3-4 месяца без тренировок и без спорта. В это время нужно было заниматься восстановлением и просто ждать. А вместо этого он отправился на следующий поединок слишком рано. Это большая ошибка. Я знаю, что после победы Ильи Тапурия ты написал ему пост с поздравлениями, но он почему-то начал выкладывать плохие посты про тебя, говорит, что мечтает подраться с Хабибом. Как думаешь, подеретесь ли вы, если продолжите побеждать? Если честно, я вообще не понимаю, почему... Почему теперь он начал говорить обо всех? Я знаю только то, что после его победы я написал ему слова поздравления, и потом он начал выкладывать какие-то вещи у себя в социальных сетях. Я не понимаю, почему он так отреагировал. Я видел фальшивые новости о том, что я что-то там говорил про Тапурию, но не помню, чтобы я что-то говорил. Он пытался что-то там выложить про то, как я когда-то проиграл. Но он молодец. Он молодец. У него есть хороший бокс, и есть крепкие соперники в его весовой. Например, есть Мафсар. И я искренне верю, что Мафсар сможет его побить, потому что у Мафсара сложный стиль, и он будет очень неудобным соперником для Тапурии. Увидим, как будет. Он начал говорить про легкую весовую, полусредний вес, кто-то говорил про бокс, но ему нужно сосредоточиться на своей весовой. Лично я, я хочу защищать свой пояс. Но по существу у меня остался только один соперник. Я говорю про Гэджи. Всех остальных я уже побил. Ну а если UFC захотят дать мне Царукяна или Оливейру, того из них, кто победит, то без проблем. Я побью победителя, а потом перейду в новую весовую. Когда-то давно я уже задавал тебе этот вопрос, но теперь у тебя 13 побед подряд, а рекорд UFC — это 16 у Андерсона Сильвы. Как думаешь, получится ли у тебя побить его рекорд и одержать 17 побед подряд? Слушай, да я могу и 20 подряд сделать. Вы главное соперников мне давайте, и я сделаю больше. Я не хочу долго сидеть без дела. Мне нужен бой каждые 3-4 месяца. Просто присылайте мне предложения, контракты, а я буду готовиться. Значит, в идеале ты хочешь провести следующую защиту пояса в июне против Парье. Я правильно понимаю? Да. В начале июня или июля давайте Парье или кого хотите, а потом в конце года подерусь еще раз. На этом все, друзья. Выпуск переведен и озвучен командой Труджим. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok